Организаторы фестиваля говорят, православная кухня не обязательно русская. Это и армянская, и украинская, и карельская. На столах для дегустации можно найти блюда почти со всего СНГ. Здесь есть как постная гречневая каша из полевой кухни, так и кавказские национальные блюда. Представлена армянская кухня, белорусская, украинская, карельская и русская. Все участники коротко расскажут о своем блюде, которое они приготовили. Ну и при желании могут что-то спеть национально и поучаствовать песенно-танцевально в нашем празднике. Гости праздника были не только зрителями, но и участниками фестиваля. Любой желающий мог предложить на конкурс свой любимый семейный рецепт. Авторы самых интересных кулинарных шедевров получили из рук настоятеля храма Пантелеймона отца Вадима почетные грамоты и памятные медали. Я просто предоставила свой рецепт, который иногда мы готовим для всей семьи. Для мужа, в частности, у нас немножечко там другой рецепт получается, поэтому, в принципе, наверное, поэтому победила, потому что было два разных рецепта. Фестиваль финансируется из средств гранта главы Карелии. Главным организаторы считают не сам праздник живота, а идею объединения людей. Возможность поделиться не только рецептами, но и душевным теплом. Фестиваль кухни, когда люди могут объединиться при помощи того, чтобы поделиться рецептами разных блюд, вместе приготовить, вместе разделить трапезу, потому что трапеза – это тоже часть общения.